Вручайте ключи нашей заявительности. Наталья Геннадьевна, поздравляем вас с получением новой квартиры. Мы, как администрация города, рады, что у нас получилось решить ваш вопрос с расселением аварийного жилья. Пожалуйста. Спасибо вам огромное. Наталья Чеботарёва уже сейчас задумывает об устройстве квартиры, а переехать в новое жильё планируют после долгожданного отпуска. Холодильник будет здесь стоять, а тут уже от печки пойдёт кухня. Надо переехать в магазин и заказывать. До этого Наталья проживала в аварийном доме. В 2007 году она получила квартиру от предприятия в деревянном бараке. Затем приватизировала жильё, которое со временем обветшало. Ленточный фундамент дома ушёл под землю, и углы квартиры зимой начали промерзать. Вот здесь всегда зимой лежит снег. Каждый год оно отходит с каждым годом. Оно видно прям, где свежее. С каждым годом. Эй, это стенка. Вы видите, как она у нас? Дом уходит, рушится. В 2021 году администрация города признала дом аварийным, который нужно расселить до 2025 года. Но Наталья уже не могла ждать и пошла на личный приём к генпрокурору Российской Федерации, который приехал с визитом в Хабаровск 28 июня. Красивая квартира. Нравится вам? Да, мне очень нравится. Тут даже ремонт. Я думала, что-то надо делать. А нет, что дело нужно? Ну? Заезжай и жили. Заезжай и жили. Спасибо. Спасибо и вам, и администрации, что вы пошли. Ну как, мне на встречу, что ли? Эмоций не может сдержать и семья Захматовых. Их прежнее жильё тоже было признано аварийным. К тому же семья из четырёх человек ютилась в двухкомнатной квартире площадью 35 квадратных метров. Крыша текла, конечно. Крыша текёт. То есть полы гнилые, канализация, вот эти запахи. Тараканы, блохи, клопы. То есть там кого-то нет в этом бараке. После личного приёма генерального прокурора страны семья получила новую трёхкомнатную квартиру с чистовой отделкой. Мне этот дом понравился, что тут есть большой балкон. Кухня большая и красивый вид из окна. Мне тут тоже всё нравится, но самое главное мне тут нравится, то, что у нас у каждого будет своя комната с братом. В новое жильё семья планирует переехать уже в ближайший понедельник. У меня завтра ещё день рождения. Подарок от администрации, от всех. Большое спасибо. Прокуратура Хабаровского края по поручению Игоря Краснова взяла дело с переселением людей из ветхого аварийного жилья на свой контроль. По всем тем людям, которые были на приёме у генерального прокурора, прокуратура оперативно занималась вопросами вместе с правительством региона, вместе с органом местного самоуправления. И эти люди на настоящий период времени уже получили жильё, и в ближайшее время будут решаться вопросы их переезда. В настоящее время прорабатываются вопросы по расселению граждан в принципе из всего аварийного жилищного фонда совместно с правительством Хабаровского края. Работа в этом направлении ведётся очень активно. Виктория Заикина, Ольга Власова. Смотри, Хабаровск.